Одна из постояльцев этого общежития, Людмила Чекунова, живет здесь вот уже 4 года. Женщина с ужасом рассказывает, что во время взрыва она вместе с сыном находилась у себя в жилой комнате. Началась паника, люди спасались как могли. Тут уже вход на этаж, уже дверь покореженная была. Его просто там отогнули и я выпихнула. Хорошо успели выпихнуть ребенка. А потом уже сами стали быстро одеваться. Ну как одеваться? Куртку, сапоги и все, и побежали. Мы уже ничего не было видно, мы уже у соседки в комнате, мы стояли на окне уже, мы хотели прыгать уже, кричали. Тут зашли пожарники, вот нас вывели через соседний подъезд. Пятиэтажное здание общежития к центральной газовой системе не подключено, поэтому жильцы вынуждены рисковать, закупая газовые баллоны или пользоваться электрической плитой. Еще с 90-х лет нам разрешили вроде как газом пользоваться, ну как так вот, на словах. А, конечно, бумаги-то нет, но у нас в основном все пользуются газом, потому что здесь нереально пользуются электричеством. У нас просто нету такой возможности. Сразу после трагедии на место ЧП прибыл Аким области Кумар Аксакалов. Чиновник сообщил, что пострадавшим владельцам квартир будет оказана финансовая помощь. Соответствующие средства будут выделены из городского бюджета на полную реставрацию этого здания. И мы его полностью отремонтируем. Деньги будут выделены уже сегодня. Скоро приступим к работе. По данным департамента по ЧС, наиболее вероятная причина происшествия – это взрыв газового баллона. Сейчас на месте трагедии работает спецкомиссия. Ей предстоит выяснить, что же произошло на самом деле. Предварительно установлено, что взрыв произошел со стороны кухонного помещения. Газовый баллон был извлечен в дальнейшем участниками решения пожара. После взрыва произошло возгорание полностью. Во первом этажу пожар получил развитие. И по воздуховодам по второму и третьему этажу. Всего в результате хлопка газовоздушной смеси пострадали 13 человек. Один из них – мужчина. Он скончался в больнице, а тело женщины спасатели извлекли из-под завалов. Еще двое молодых людей 1997 года находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. А вот один 10-летний ребенок получает лечение в детском госпитале. Во время пожара было эвакуировано 120 человек. Многие из них временно размещены в общежитии Североказахстанского университета. Денис Зимцов, Диана Есим, Куаныш Альтенов, телеканал Алмата, Североказахстанская область.